Среди множества достопримечательностей исторического центра Харькова есть место, которое особенно дорого каждому жителю нашего города, независимо от возраста. Место, с которым связаны самые теплые детские воспоминания, такой родной и такой любимый Харьковский зоопарк. Харьковский зоопарк – один из старейших в Европе и самый старый в Украине, а началась его история с акварией, идеей построить который в университетском саду загорелись ученые Императорского университета. Вскоре появились пчеловодческая станция, зоомузей и птичник. Первых его пернатых обитателей привезли из заповедника Оскания-Нова. Первым директором Харьковского зоопарка стал профессор зоологии Александр Федорович Брант. Из года в год зверей и посетителей в зоосаду становилось все больше. По тем временам посмотреть здесь было на что – индейки, павлины, крупная дикая птица и мелкие воробины. Среди млекопитающих – кабаны, лани, верблюды, бурые медведи, косули, куницы. Расцвет зоопарка начался, когда Харьков стал столицей Украины. В Харьков прибывали железнодорожные эшелоны с животными. В 1925 году, 90 лет назад, в экспозиции появились первые в Украине азиатские слоны. Слониху Моку купили в Гамбурге у знаменитого зверолова Карла Гегенбека. А через несколько лет слонихе компанию составил слон Ямбо. В годы Второй мировой войны, когда возникла угроза немецкой оккупации Харькова, было принято решение зоопарк не эвакуировать. Под обстрелом и бомбежками погибло более 5000 животных. Многих оккупанты просто застрелили, как на охоте. На момент освобождения Харькова 23 августа 1943 года в зоопарке уцелело 4 медведя, 5 обезьян и 1 волк. Возле дома приматов установлен памятник животным Харьковского зоопарка, погибшим и спасшимся в годы войны. Послевоенные годы – время активного развития. Строились новые вольеры, с каждым годом увеличивалась экспозиция животных. Переломным после кризиса времен перестройки стал 1995 год, когда в Харькове отмечали столетие своего любимого зоопарка. Появились друзья-спонсоры, поддержка местной власти и еще больше преданных посетителей. Именно благодаря таким друзьям в Харьковский зоопарк в 2000 году переехала Тенди – первая слониха, родившаяся в независимой Украине. Харьковский зоопарк сегодня – это всегда незабываемая встреча с живой природой. Огромное количество животных, пернатых, рыб, рептилий. За один день здесь можно познакомиться с обитателями практически всех континентов планеты. Коллекция насчитывает более 400 видов. Многие из них – редкие, занесенные в Международную красную книгу и Красную книгу Украины. Зоопарк постоянно участвует в международных программах, направленных на сохранение животного мира нашей планеты, в том числе в программе восстановления численности редких и исчезающих животных. Все питомцы здесь окружены заботой и вниманием. А чтобы они не потеряли свои природные навыки, существует такое понятие, как обогащение среды обитания. Нельзя просто поставить кормушку и периодически ее пополнять. Необходимо сделать так, чтобы животное добывало себе пропитание. Например, спрятать добычу на территории вольера. Или разнообразить ландшафт препятствиями и убежищами. Главная задача зоопарка – сохранить разнообразие животного богатства планеты. Стремительное развитие человеческой цивилизации поставило под угрозу вымирание сотни, а то и тысячи видов животных. И лишь в зоопарках большинство людей могут пообщаться с редкими представителями животного мира планеты. Гордость Харьковского зоопарка – юные натуралисты. Дети, которые любят не только наблюдать за животными, но и изучать их жизни. Клуб юных биологов в этом году также празднует юбилейную дату. Ему уже 90 лет. А несколько лет назад специально для юных любителей природы на территории зоопарка построили дом юнатов. Природа наделила человека не только высокоразвитым мышлением и пониманием того, кто мы есть. Природа наделила нас способностью к сопереживанию и ответственностью за мир, в котором мы живем. В зоопарке, в отличие от дикой природы, животное полностью зависит от человека. От его совести, заботы и терпения. Харьковский зоопарк гордится огромным количеством преданных друзей и благодарен всем, кто приходит на помощь, когда возникают трудности. Это особенная дружба, трогательная и бескорыстная. Наш зоопарк красив в любое время года и очень гостеприимный. Здесь любят собирать друзей и проводить яркие праздники. Здесь всегда интересно и уютно. Наверное, потому что каждый, кто работает сегодня в зоопарке, вложил частичку своей души. Очень хочется верить в то, что любимое место отдыха харьковчан будет радовать и приносить море позитивных эмоций еще не одному поколению жителей и гостей нашего замечательного города. И мы в это верим. С днем рождения тебя, Харьковский зоопарк, со 120-летием!